всем привет с вами магазин горной вершины меня зовут андрей и сегодня у нас сравнительный обзор двух моделей велосипедов от компании скотт сравнивать мы будем две абсолютно новых модели 22 года это spark 950 и spark 960 оба этих велосипеда как вы видите двухподвесы и их основное предназначение это кросс-кантри чем же они похожи и чем они отличаются сейчас рассмотрим поподробнее отличительной особенностью этих велосипедов является интересное техническое решение компания скотт придумала спрятать задний амортизатор внутрь рамы велосипеда тем самым предотвратив попадание пыли и грязи на его шток как следствие амортизатор лучше работает и дольше ходит как вы видите эти оба велосипеда выглядят очень похожими и действительно на них есть абсолютно идентичные компоненты алюминиевый руль синкросс фрейсер 20 длиной 760 миллиметров выносу руля также полностью идентичная также на обоих этих моделей установлен достаточно зубастая резина schwalbe wicked wheel размером 29 на 24 ну и как вы видите отличаться она будет только цветом боковинки что в общем-то на скорость не влияет обода на этих двух моделях также идентичны это модель alix rims x30 se под 32 спицы и которые готовы под установку бескамерной резины однако в стоке здесь стоит резина с камерой тормоза здесь установлены шимановский это 501 гидравлика со 180 роторами спереди и сзади все было здесь отличается только цветом и установлены практически одинаковые дропперы до 950 модели это duncan dropper 2.0 и на 960 модели это duncan dropper 2.5 ну и теперь переходим к главному чем же эти две модели отличаются друг от друга главным отличием этих двух велосипедов будет их подвеска и трансмиссия и сейчас поподробнее будем все это дело разбирать на 950 модели установлена трейловая вилка rock shox spike select с ногами диаметром 35 миллиметров против контрийные вилки rock shox judy с ногами 30 миллиметров обе эти вилки воздушные имеют возможность двухпозиционной блокировки регулировки скорости отскок однако поскольку пайк это все-таки трейловая вилка она более мощная будет гораздо лучше отрабатывать в жестких условиях на ней даже при желании можно немножко попрыгать но judy тоже не стоит недооценивать это для своего назначения отличная вилка и она будет прекрасно отрабатывать различные неровности дороги задний амортизатор которого не видно на 960 модели установлен x-fusion а на 950 rock shox deluxe select оба этих амортизатора также имеют двухпозиционную блокировку интересной особенностью данных двух моделей является то что монеткой блокируется одновременно передний и задний амортизатор переходим к следующему отличительному признаку этих двух моделей это их трансмиссия на обоих этих моделях установлена трансмиссия с одной звездой спереди и 12 на кассете передний переключатель понятное дело отсутствует на 960 модели эта трансмиссия от компании shimano с задним переключателем xt и на 950 модели это трансмиссия с рэм с задним переключателем nx на обоих этих моделях передние звезды будут иметь по 32 зуба однако кассеты будут отличаться по количеству зубов на 950 модели кассета будет 1150 а на 960 модели кассета 1051 как видите кассеты будут отличаться всего лишь на один звук ну и на самом деле это такое не очень существенное отличие а вот работа задних переключателей будет отличаться уже немножко более ощутимее с рам нx работает несколько более жестче но при этом как мне кажется более четко против shimano который работает помягче но в принципе в точности также не сильно уступает с рэмом отличаться на этих моделях будут также и монетки на 950 эта монетка с рэм нx на 960 шимана и стиль обе эти монетки работают отлично однако на с рэме переключать передачи большим пальцем на мой взгляд немножечко удобнее чем на шимановской монет но на шимановской монетки вы можете переключать передачи на понижение также и указательным пальцем что для кого-то может быть несколько более удобно втулки также будут отличаться и там и там они на промышленных подшипниках однако на 960 модели это втулки shimano а на 950 это втулки синкрос после того как мы разобрали все основные отличия этих двух моделей возникает один очень интересный вопрос как же добраться до заднего амортизатора чтобы обслужить или отрегулировать достаточно снять вот этот нижний лючок и таким образом мы получим доступ к ниппелю накачки амортизатора и к регулировке натяжения тросика блокировки а сняв вот эту вот заглушечку мы получим доступ к верхней точке крепления амортизатора для его демонтажа и поскольку шток амортизатора нам не виден для более точной настройки по сегу его шкала выведена на раму еще одной любопытной фишкой этих моделей велосипедов является их очень толстый рулевой стакан и такая его конструкция обусловлена тем что все троса и гидролинии уходят внутрь рамы именно в этом месте разобрав все сходства и отличия данных двух моделей становится ясно что эти два велосипеда достаточно хороши для продвинутых катальщик однако 960 модель я бы порекомендовал для более спокойного катания в режиме кросс-кантри в то время как 950 это отличный заряженный байк уже для каких-то более агрессивных покатушек и по характеристикам подвески 950 модель можно уже сравнить с каким-нибудь олл-маунтинг байком вот пожалуй все что я хотел вам рассказать про эти два замечательных велосипеда однако если у вас остались какие-то вопросы всегда можете их написать в комментариях позвонить на магазин ну и конечно же не забывайте подписываться наш канал ставить нам лайки с вами был магазин горные вершины и андрей всем пока